В постоянной палате Тритейского суда, в Международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага начались устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщила агент Украины на слушаниях, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. На этой неделе проходит слушание по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей дела стали называть большим делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия, препятствования навигации, кражи наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружения Керченского моста и многие другие, сообщила Зеркаль. Она напомнила, что это дело длится с 2016 года, когда стало ясно, что Россия не готова устранить нарушения Конвенции ООН по морскому праву добровольно. В течение этого времени мы прошли сложный процесс отбора судей и подготовили меморандум с изложением всех нарушений, совершенных Россией, отметила она. «Россия делает все для затягивания дела, поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала. Между нами прошло два раунда обмена письменными объяснениями относительно юрисдикции. Наконец мы дошли до устных слушаний по вопросам юрисдикции», — добавила Зеркаль. Она отметила, что слушания проводит постоянный третейский суд, где заседает трибунал, сформированный в соответствии с приложением ВИКонвенции ООН по морскому праву. «Цель России традиционна — избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача простая и сложная одновременно — отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу», — отметила замглавый МИД. По ее словам, судебные слушания на этой неделе важны и в более широком контексте. Россия стремится развалить дело, пытаясь поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму, превратив слушания на лекцию по конституционному праву Украины. Также Россия пытается доказать, что имеет право своевольно вести себя на Азове и в Керченском проливе, как будто там не применяется международное морское право. Россия стремилась к этому давно. «Наша задача — не дать восстановить имперское прошлое России», — заявила Зеркаль. Сегодня на слушаниях выступает Россия. Украинский ответ завтра. Субтитры создавал DimaTorzok